Приближается, дорогие во Христе, отцы, братья и сестры, великий праздник Рождества Христова. Остается совсем немного дней, когда наша жизнь будет озарена светом. Радости, родившегося в мир Христа Спасителя. И каждая христианская душа почувствует, что с нами Господь. Два воскресных дня непосредственно перед праздником Рождества Христова, которые входят в постное поприще Рождественского поста, Святая Церковь посвящает памяти ветхозаветных праведников от Адама до святого Иоанна Предтихи, живших верою в грядущего Мессию, оберегавших веру в единого истинного Бога, ожидаемого Израилем Мессию от языческих заблуждений. Эту веру хоронили, как зеницу ока, ветхозаветные праведники. Апостол Павел в послании говорит, что Ной хранил обетование и веру в грядущую Мессию даже среди развращенного общества людей хранил и передал веру и обетование в грядущую Мессию последующим поколениям. Пророк, патриарх Авраам, эту веру оберегал, выйдя по глазу Божьему из Ура Халдейского и дойдя до Египта. А из Египта, по повелению Божию, перейдя в Египет, сохранил и передал его потомкам. Веру в обетованного и грядущего в мир в Мессию передавали из поколения в поколение. Цари и судьи передавали его пророки, среди которых яркими являются Давид и Соломон и другие, хранил обетование и веру в грядущую Мессию весь Израиль в своем сердце. Еще яснее восвещали уявление в мир Спасителя пророки. Именно потому апостол Павел в своем послании, говоря о примере веры в грядущего Спасителя, поучает евреев, а вместе с ними и нас в послании своем, адресованном евреям. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на скончание жизни, подражайте вере в них. Зададимся вопросом, глядя на пример праведников. Прибываем ли мы в вере, которую имели они? Способны ли мы на веру подвиг, который они совершали? Если нет, то что необходимо сделать, если совесть нас обличает, а Бог, зная намерения и движения сердечные, говорит, что мы слабы в вере. Поучимся у святых, и читая их жизни, их подвиги, должны учиться вере у святых. Приближается праздник Рождества Христова, и каждый из нас должен тщательно подготовиться к встрече Господа. С тем, чтобы Он родился не только в яслях вифлеемских, но родился в сердце каждого из нас. Для этого нужно приготовить сердце доверием Богу, исполнением Его заповедей, очистить Его покаянием. И тогда, подготовившись, мы почувствуем радость светлого торжества, великого события, явления в мир Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Желаю в оставшиеся дни Великого Поста провести их в глубоком внимании к своему сердцу, к движениям ума, очистить Его покаянием, подготовиться к принятию святых Христовых тайн, подготовившись принять внутрь себя, чтобы Господь осветил нас, и чтобы радость, с которой ветхозаветные праведники жили и умирали, а потом увидели Христа, победившего грех, дьяволы и саму смерть, чтобы с этой радостью мы вместе с ними пребывали вместе. Вместе с праведниками, со всеми святыми, с нашим Господом. Ради своего создания, явившегося во плоти, пострадавшего, воскревшего и даровавшего нам жизнь вечную, которую молитвами святых, да удостоит всех нас Господь, человеколюбивый и милостивый. Аминь. Сегодняшний день, день памяти ветхозаветных правоцев, игумен монастыря в Гетшендорфе, ближайший помощник преснопамятного владыки Феофана, досточтимый отец-игумен Даниил, отмечает свой день Тезоименинства. Позвольте, дорогой отец Даниил, поздравить от себя лично и от Клира, от народа Божьего, а всех тех, кто вас любит, уважает, к вашему голосу прислушивается, духовно вами вадим, поздравить вас в этот день Тезоименинства, с днем вашего торжества. Пожелать вам всеукрепляющей помощи Божией, крепости душевных и интересных сил, не унывать, отец Даниил, несмотря на то, что монастырь требует много и много трудов, но верю и надеюсь, вместе со мной молится вся церковь, что Господь поспешистует вам и, братья, молитвами всех восстановить монастырь и почувствовать, что сколько близок нам Господь. В этот день вашего Тезоименинства примите поздравления и от всех тех, кто сегодня собрался, пощить память ветхосоветных праведников и выразить вам слова своей благодарности и поздравления. От нас примите цветы, дорогой отец Даниил, и святую просварку в Виталии. Дед Виталий. С пожеланием вам многих благих лет жизни Великого господина и отца нашему Кириллу, святейшему патриарху московскому Иссияруси, и господину нашему высокопресвященнейшему Тихону, архиепископу Подольскому, ныне Тезоименитым, игумену Даниилу, отракараону, отраковица Рахиль, всем депрестоящим и молящимся подвесь, Господи, многоденственное и мирное житие, здравейшее спасение и во всем благое поспешение и сохранив нам многое лето. Новое лето, новое лето, новое лето, новое лето, новое лето, новое лето. Новое лето, новое лето, новое лето. Субтитры создавал DimaTorzok